Помолимся перед началом нашего собрания. Боже наш, Отец наш Небесный, мы сердечно, сердечно благодарим Тебя за Твою безграничную любовь и милость, за то, что Ты сотворил сей день, к которому мы можем прийти пред лицо Твое, чтобы вспомнить о тех древних событиях, которые предшествовали Твоему подвигу Голговскому. Господи, помоги нам вникнуть в Слово Твое, которое Ты приготовил для нас. Господи, вдохнови, исполни силой Духа Святого Братьев, который будет передавать нам это повествование. Вдохнови нас в песнях наших и в общем пении, и в хоровом, и, может быть, в сольном, индивидуальном, прославить Тебе достойной хвалой. Вдохнови нас в молитвах принести жертву хвалы, плод уст прославляющих имя Твое. Прибудь с нами и возрадуй нас, и прослав имя Твое, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 136 номер «Всевышнему слава Он нас оправдал». Так мир возлюбил Он, что Сына нам дал. Спаситель нас кровью Своею обрыл, И доступ к небесному счастью открыт. Славь Христа, славь Христа, Сождеством вся земля! Славь Христа, славь Христа, Славь природа славься! Придите, о люди, к престолу Христа, Распортите сильную жертву Христа! Прощение грехов Бог дарует тому, Кто в Богом смирении падет пред Христом, И злейший преступник, пришедший к Нему, Прощет за грешение велика в своем. Славь Христа, славь Христа, Славь Христа, Славь Христа, Славь Христа, Славь природа славься, Придите, о люди, к престолу Христа, Прощайте всю сильную жертву Христа. Спаситель нас сам и спасенный посел, И сила Христа нас назад родит, И степан Его благодатным крылом, Найдем мы от буря во умение ящи. Славь Христа, славь Христа, Славь Христа, Славь Христа, Славь Христа, Славь природа славься, Придите, о люди, к престолу Христа, Прощайте всю сильную жертву Христа. Славь Христа, 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 Славь Х Аллилуйя, 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 Слава Христу! Аллилуйя, 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 Слава Христу! Аллилуйя, 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 Слава Христу! Поздравляю вас с этим днём Вербного Воскресения. Здесь вот Пальма, наверное, где, как его называют этот день въезда Иисуса Христа. В Иерусалим. Ну, а ещё его называют день плача, потому что Христос, когда вошёл в город, даже ещё глядя на него, он заплакал. И вот Лука, 19 глава, 41 стих, так и сказано. Лука, 19, 41. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал. О, если бы ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. И я вот знаю, что, наверное, на Воскресение, как его здесь называют, на Руси, то часто проповедники говорят, что это день плача, Христос плакал, потому что он видел, что ожидает этот город, что ожидает этот народ. Давайте мы перенесёмся в прошлое, когда правил царь Езекия. Царь Езекия был хороший, царь добрый, он был верующий, много делал хорошего. И однажды ассирийцы окружили город, готовы были уже взять, и Езекия молился, и он просил, чтобы Господь избавил его от этого полчища, потому что это бесполезно было, это как воробью там против какой-то орла, силы разные были. И пришёл Исаия, пророк, и говорит, так говорит Господь Бог Израилю, то, о чём ты молился мне против царя ассирийского, я услышал, и случилось ту ночь, пошёл ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мёртвые. Произошло чудо, когда этот царь правил, произошло чудо, и Господь избавил народ от ассирийцев. Прошло время, и царь заболел. Прочитаем. Четвёртое царство, четвёртая книга царств, 20 глава, 1 стих. «В те дни заболела Езекия смертельно, и пришёл к нему Исаия Ценомосов, пророк, и сказал ему, так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо умрёшь ты и не выздоровеешь». И отворотился Езекия лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно, и с преданным тебе сердцем я делал угодный в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Исаия ещё не вышел из города, как было к нему слово Господне. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слёзы твои, вот, я исцеляю тебя, исцелю тебя. В третий день пойдёшь в дом Господен, и прибавлю ко дням твоим пятнадцать лет, и от рук царя Ассирийского спасу тебя, и город сей и защищу, город сей ради себя и ради Давида, раба моего». «И сказал Исаии, возьмите пласт, смог, и взяли, и приложили к норуеву, и он выздоровел». Произошло чудо, великое чудо, это второй раз такое чудо произошло с Езекией, когда Господь явно сделал чудо. Об этом все узнали, все соседние цари, государства, правители. Но было ли это к лучшему? Смотрите, что дальше происходит. Четвёртое царство, двадцатая глава, двенадцатый стих. «В то время послал царь Вавилонский письма и подарок Езекии, ибо он слышал, что Езекия был болен». Значит, он послал послов к Езекии. «Езекия, выславши посланных, показал им кладовые свои, серебро и золото, и ароматы, и все масти дорогие, и весь оружейный дом свой, и всё, что находилось в сокровищах, и не оставалось ни одной вещи, которой не показал бы Езекия в доме своём и во всём хранилище своём». Смотрите, что делает праведный, хороший Езекия. Он хвалится своим богатством, он хвалится делами, которые он сделал, сколько он собрал. Написано, хвалящийся, хвались Господом, хвались тем, что ты знаешь Господа. Но вот это тут Езекия делал неправильное. Зря он показал. А Господи он не сказал. Он не сказал этим вавилонским посланникам, что вот Господь меня первый раз спас, а царя Ассирийского там чудо произошло, сейчас меня исцелил. Езекия это не делает. Он не проповедует о Господе. Он об этом не говорит совершенно ничего. Он хвалится своими достижениями. Дальше. 4 Царств 20 глава, 14 стих. И пришел Исайя, пророк царю Езекии, и сказал ему, что говорили эти люди, откуда они приходили к тебе? И сказал Езекия, из земли далекой они приходили, из Вавилона. И сказал Исайя, что они видели в доме твоем? И сказал Езекия, все, что в доме моем они видели, не осталось ни одной вещи, которой я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исайя Езекия, выслушай слово Господне. Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворе царя Вавилонского. Вы знаете, если бы Езекия умер, все-таки Господь знал, как лучше, то было бы все, все по-другому. Было бы все иначе. Ну, прошло время, 15 лет прошло, Езекия умер, и воцарился его царь, его сын Монасия. Читаем дальше, 4 царств, 21.1. 12 лет был в Монасии, когда воцарился и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народам, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его, Езекия. И поставил жертвенники Ваалу, и сделал Дубраву, как сделал Ахау царь израильский. И поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенник в доме Господнем, о котором сказал Господь, и в Иерусалиме положу имя мое. И соорудил жертвенники всему воинству небесному, сколько он плохого делал, на обоих дворах дома Господня. И провел сына своего через огонь, и гадал, и выражил, и вызывал, и завел вызывателей мертвецов, и волшебников. Много сделал неугодного чая Господа, чтобы прогневать его. И поставил истукан на старт, и, в общем, и так далее, и так далее. Это совершенно другой царь. Сын доброго, хорошего царя Иезекии, и вдруг его сын такое делает. Почему? Почему Манасия такой плохой? Смотрите, Манасии было 12 лет, когда он воцарился, А Иезекия жил 15 лет дополнительно. Он родился после того, после того, как... Он не знал, он не знал, что отец его был исцелен таким чудным образом, он не знал, что Господь его исцелил, он не знал, что от ассирийцев так чудно Господь их спас, он этого ничего не знал. А почему он не знал? И вот здесь ответ кроется в том, что его царь, его отец, он просто-напросто не рассказывал, не рассказывал ему об этом. И здесь вот родителям, всем нам, взрослым, хороший урок. О чем мы рассказываем детям своим, чему мы их учим? Если мы учим то, что Господь чудно сотворяет, чудно, чудно вот исцеляет там, как Иезекию, да, освобождает этих врагов, это хорошо. Ну, а если он хвалится, просто как и вавилонским послам хвалился своими достижениями, то это плохо. Иезекия очень много делал хорошего. Если почитать о делах Иезекии, там перечисляется, он там много-много для государства сделал, но свою семью он упустил. Он просто упустил. И подчас вот христиане тоже трудятся для Господа, там поездки какие-то, делают еще что-то, а семью свою упускают. И как бы хвалятся под конец, когда уже в преклонном возрасте они знают, что сделали неправильно. Поэтому если бы Иезекий умер, не было этого Монасии, если бы он умер тогда сразу, и все было бы по-другому. Монасия был верующим. Вы не думаете, что это безбожник? Он был очень сильно верующий. Он верующим таким, что поклонялся всяким идолам. Он там богов этих завел. Тут если читать, сколько он всего этого... Он всем... Он очень даже набожный был. Он верен. Не то, что он безбожник. Но он неправильно верил. Что произошло дальше? 4 царств 24 глава, 2 стих и ниже. И посылал Господь на Иудею полчища халдеев, и полчища сириян, и полчища маовитян, и полчища аманитян. Посылал их на Иуду, чтобы погубить его, по слову Господа, который он изрек через работу своих пророков. По повелению Господа было это с Иудой, чтобы отвергнуть его от лица его за грехи Монасии, за всё, что он сделал, и за кровь невинную, которую он пролил, наполнив Иерусалим кровью невинную, Господь не захотел простить. Именно за грехи Монасии вот это случилось. И вы знаете, был разрушен и храм, и Иерусалим, и народ был в плен уведен, и ничего там не осталось. Вербное воскресенье. Христос приблизился к Иерусалиму и плачет. Он видит, что это же самое повторяться будет уже какой раз. Иудеи тоже не примут Христа, они его распнут, они будут гнать христиан, они Стефана убьют камнями. Христос это видел. Повторяется вновь то же самое. Потому что, ну, не могли они так делать. Стефан перед своей смертью скажет им, скажет этому народу, вы всегда противитесь Духу Святому. Это законники, они не могут жить по Духу. И вот сейчас тоже нам есть о чем подумать. Нам есть о чем подумать, что, Господь, как мы воспитываем свою семью, как мы относимся. И уже если мы принимаем Христа в свое сердце, что пускай сердце чистое сотворит нас Господь. Пускай Он войдет. Он вошел в Иерусалим, Он первым делом очистил храм. Он выгнал там все плохое. И давайте молиться, чтобы Господь в наше сердце тоже вошел, как Он вошел там в Иерусалим, чтобы нам не было так, как случилось с народом израильским, чтобы мы его приняли, и именно сердце наше, чтобы Господь сотворил, чтобы сердце чистое у нас было. Будем молиться. Будем молиться. Есть о чем просить и благодарить Господа, и просить. Господь для земля, и что наполняет ее Вселенная, и все и все живущие в ней, ибо Он основал ее на море, и на реках утвердил. И на реках утвердил, Он на реках утвердил. Кто, кто взойдет на гору Господню, Или кто, или кто станет на святом месте Его? Духу, которая манит, и небогребит, и сердце чисто, Стереться, расчаясь за ее краской, и небожица ложа. Кто получит благословение, кто получит благословение, Господа, и милость облада Своего? Кто получит благословение, Господа, и милость облада Своего? Так вот, Ищущий, 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 Ищий, 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 Ищий Субтитры подогнали Симон. 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 Выслушаем пение, Виктор, пожалуйста. Затем детская группа споет и группа сестер. В Матфея, 21 глава, 9 стихе написаны такие слова. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Ассана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господня, Ассана вышних». Господи царь мой, нет тебе равных ни на земле, ни в небеса. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ассана тебе, Иисус. 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 В просторной горнице Христос Возлёк к обеду приглашённый. Дорогой дальней утомлённый В тени от сноя отдыхал. И вот в распахнутую дверь Заходит женщина, рыдая, В руках своих сосуд сжимая Склонилась позади Христа. Звон царшки грех осознавая И не посмев открыть уста. А слёзы текут ручьём по щекам, Губы припали к Божьим ногам. Она грешница, все глядят с упрёком, Он бы знал о том, если б был пророком. Но Христос сказал, я об этом знаю, Я простил её, она святая. А слёзы текут ручьём по щекам. А слёзы текут ручьём по щекам. Пусть видят все, кто видеть мог, Она в безмолвии рыдает И волосами утирает Потоки слёз Христовых ног. И дорогой разбив сосуд Еле прекрасно выливает Святые ноги омывая Под робот многих голосов Тому, кто вскоре пострадает За искупление грехом. А слёзы текут ручьём по щекам, Губы припали к Божьим ногам. Он бы знал о том, если б был пророком. Но Христос сказал, я об этом знаю, Я простил её, она святая. Мой друг, стоящий в стороне, Услышь призыв Иисуса нежный. Признайся, ты тоже грешный И даришь душу сатане. И не стыдись того, что круг Твоих друзей тебя осудит. Скажи им, что их тоже любит Великий, милующий Бог. Тот, кто душой его возлюбит, Не будет в мире одной. Пусть слёзы текут ручьём по щекам, Сердце склони Господним ногам. Бог велик в любви, не таков, как люди. Он простит твой грех, Вспоминать не будет. И не важно, что, Говорят другие, Слышь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok «Отвязавший его приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествующие и сопровождавшие восклицали «Ассана! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущий во имя Господа Царство Отца нашего Давида, Ассана Вышних!» И вошел в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Ифанию с двенадцати. Итак, торжественный вход Господа в Иерусалим. Я хотел бы вам перед тем, как говорить о всем остальном, немного рассказать историю. Перед тем, как прийти в Иерусалим, Господь находился в Иерихоне, в город. И когда Он решил идти на Пасху, была лишь одна дорога из Иерихона в Иерусалим. И Господь следовал с ней. По дороге Он исцелил слепого в Артемея. Идет дальше и приходит к Вифании и Вифаге. Она находилась, эти два селения, маленькие селения, они находились на восточной стороне горы Елеонской. По нашему русскому Масленичная гора. Это одно и то же. И чтобы идти дальше в Иерусалим, ему надо было зайти на хребет горы, Масленичной спуститься вниз. Там был пролив, как бы поток кедронов его перейти. И тогда он уже становился перед городом. Были восточная часть города, восточные ворота, царские, овечьи ворота. И через них он уже заходил в Иерусалим. От Вифании до Иерусалима чуть меньше трех километров. Писание говорит 15 стадий. Где-то 2,8 километра. Три километра. Меньше двух майл. Люди, кто исследует Божье слово, говорят, что у Христа было два дома, где он постоянно находился. Два города. И это не на заре. Его практически там никогда не было. Он был или в Галилее, в основном это был Капернаум. Почти все время он проводил там. Если же он приходил в Иудею, он все время останавливался в Вифании. У кого? У Лазаря. Это были его самые близкие друзья. Лазарь, Мария и Марф. И в этот раз, тоже идя в Иерусалим на Пасху, он тоже остановился в Вифании. В доме Симона Прокаженного. И там пришли его друзья. Лазарь, Мария и Марф. Вы знаете, что всегда, когда вот эти пять дней, перед тем, как он был распят, он всегда приходил в Иерусалим, но всегда возвращался в Вифанию. Вы это заметили в Слове Божьем? Вот и сейчас он пришел, глянул в храм и опять вернулся в Вифанию. И на следующий день, и на следующий день. Он всегда возвращался в Вифанию. Я всегда думал, почему церкви называются Вифани? Почему не назвать ее Иерусалим? Потому что вроде выше, больше. Но Господь всегда возвращался в Вифанию. Он очень любил это маленькое село. Он очень любил своих друзей. Он был дружелюбный. Это первый нам урок, что он был очень дружелюбный. И люди хотели быть рядом с ним. Если человек не любит людей, то и люди не хотят быть возле его. И не надо ему грустить и возмущаться, может, почему возле меня никого нет. Потому что ты не хочешь, чтобы возле тебя кто-то был. Итак, Господь всегда возвращался в Вифанию. И я забегу наперед, скажу. Когда Господь прощался последний раз с учениками, опять же, Он не пошел в Иерусалим. Он не пошел в храм. Он опять пошел на гору Елеонской, где находилась Вифань. Потому что в храме Господа уже не было. В храме были саддукеи. Те, которые оставили Бога. Те, которые забыли Его. Те, которые Его распяли. Далее, Господа в храме не было. Бога там не было. Была святая святых, но святого, единого, всемогущего в этом месте не было. Итак, отсюда, из этой селения, из Вифании, Господь спускается вниз и идет в город. Но первое, что мы прочитали о плаче Его, Лука 19, глава 41 стих. Передо мной брат говорил об этом плаче. И это правда, когда мы размышляем о въезде Господа в Иерусалим, два чувства присутствуют в нашем сердце. Чувство радости и чувство горя. Радости от того, что настает наше время спасения, что оно близко. Люди признали Господа. Они бросают одежды свои, они стелят пальмы. Вы знаете, сколько в то время стоило одежды? Огромные деньги. Поэтому солдаты всегда делили одежду жертвы. Они пытались ее собрать. Но люди в этом порыве чувств, порыве радости снимают с себя одежду и ложат под ноги. Под ноги осленка. И вот это торжество, которое видит Господь, видит в лицах их. Я вот всегда думаю, какое было выражение лица Господня, когда Он ехал по этим одеждам и по этим пальмовым ветвям. Радость была в нем. Или печаль, или задумчивость. Он же въезжал на свою смерть. Въезд в Иерусалим – это въезд на свою смерть. Господь прекрасно знал, что Он заходит в эти ворота, чтобы умереть. У Него осталось четыре дня. Четыре дня жизни. Люди приветствовали, бросали одежды, кричали «Ассана! Царь!». А Он знал, что пройдет немного времени, и эти же люди будут кричать «Распни! Распни Его!» «Кровь Его на нас и на детях наших!» С каким лицом Он въезжал в этот город? Еще недавно Он говорил Петру, спрашивал, за кого Меня почитают люди, кто говорили за Илью, кто за кого другого. А Петр говорит, «Ты Христос!» «Ты Мессия!» Господь говорит, «Да, не кровь и плоть открыли тебе это, но Бог, но ты никому об этом не говори». Никому. И сейчас мы читаем, что Он въезжает на молодом осленке. Вы знаете, что? Саддуки и фарисеи прекрасно знали Слово Божие и знали пророчество, которое говорили о Мессии. И именно пророчество о нем говорило так. «Ликуй от радости, Захария 9.9, ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Они знали, что это пророчество принадлежит Мессии, что так будет входить Мессия в Иерусалим. И Иисус поступает именно так. Вы знаете, Он бросает вызов им всем. Если мы вернемся раньше, когда Он был у Лазаря, то искали у Иисуса и кого еще? И Лазаря. То есть эти люди, саддуки и фарисеи, были настолько злы, в них столько было негодования Господу, что они хотели не только Его убить, но и все, кто были близки к Нему, все те, из-за кого приходили к Господу. Потому что к Лазарю ходили люди постоянно, хотели увидеть того, кто четыре дня был в могиле, от которого был запах смертоносный, и который вновь ходит, сидит, ест и радуется жизни. И Иисус знал, Его хотят убить. И Он говорит, «Идите, приведите Мне осленка». То есть Я хочу войти в этот город, как Мессия. Я хочу увидеть и сказать всем этим людям, «Да, настал час, сказать все вам, что Я Мессия, Я посланник Божий, Я знаю, чем это для Меня обернется». Иисус им просто-напросто бросил вызов. Всем. Он открыл сам, своими руками ключ, открыл дверь к собственной смерти. Никто не забирал у него жизнь. Дальше говорится, что имею власть, дать жизнь, взять и отдать. Он просто пришел в этот момент, когда Он сам сказал, «Пришло мое время умереть». И Он въезжает на молодом осленке в Иерусалим. В Священном Писании это первый раз и последний раз упоминается, когда Иисус Христос использовал что-либо, кроме того, как ходить пешком. Осленка. Он никогда на нем не ездил. Никто не может сказать, что это было обычное дело для Христа. Везде Слово Божие говорит, Он пошел, Он пришел, Он ходил. Но именно сейчас, именно в этот момент, Он берет осленка для того, чтобы въехать в Иерусалим, чтобы исполнилось пророчество, чтобы исполнилось Слово Божье. Это торжественный въезд, это шаг на смерть. Что видел Иисус? Что видел Он, входя в этот город? Он видел людей, ликующих, бросающих одеждой, пальмой ветви, как я говорил уже. Но Он знал, что произойдет дальше. Люди, евреи, очень радовались приезду Иисуса. Они знали, что этот человек может исцелять всякую болезнь. Они знали, что этот человек может воскрешать из мертвых. Они знали, даже многие начальники уверовали, но не говорили никому, чтобы не быть отлученными от синагоги. Люди толпами, тысячами шли за Ним. Они были уверены, что с этим человеком Бог. Они были уверены, что это Мессия. Это тот, кто восстановит, как мы читали, царство Давида. Вы знаете, что при Давиде было самое крепкое царство у евреев в истории евреев. Больше такого царства не было никогда. Пришел его сын Соломон, и что произошло? Царство разделилось. Стал Иудей, стал Израиль. Два колена и десять. Только при Давиде было это могущество. Все соседи, все цари окружающие Давида пытались отдать своих дочерей за него замуж. Все посылали ему подарки. Такой мощи не было никогда. И вот люди, бросающие свои одежды, они ждали, что придет тот, кто восстановит то же самое царство. Когда Израиль не только будет сильный, но когда Израиль скинет римлян, и эти римляны будут его бояться. Потому что против Бога и народа никто не может противостать. Люди ждали нового царя, царя, который будет полностью иметь силу. Но они не поняли, что делает Господь. Они не поняли, для чего Он въезжал. И вот эти люди бросают и ждут, что сейчас придет царь, войдет в храм, скажет, что я отныне руковожу здесь, подымет народ, поведет их на крепость Антония, там форт был в центре города, выгонит всех римлян, убьет солдат и восстановится царство. А вместо этого что произошло? Зашел он в храм, он посмотрел, что как, сел обратно и ушел в Бифане. Вот и весь торжественный въезд. Никакого бунта, никакой войны, никакого требования власти. Господь просто спокойно возвращается обратно. Мало того, на следующий день Он возвращается опять в Иерусалим, и вместо того, чтобы учить, поднимать народ против рабства, против римлян, Он идет в храм и очищает этот храм. Он устраивает войну, в кавычках, со своим народом. Он говорит, во что вы превратили храм, это дом молитвы назовется, что вы сделали из него? Что происходит с евреем? Вы знаете, что произошло? Они полностью разочаровались. Они разочаровались в Мессии, в Иисусе. Говорят, мы не такого ждали. Мы ждали свободы. 63-й год до Рождества Крестова римский полководец Помпей осадил город. Два царя из семейства Хасманеев между собой воевали. И эта междоусобица между евреями привела к тому, что люди открыли двери и Помпей со своим войском вошел в Иерусалим. Он осадил храм и вошел в святые святых. Язычник, грешник вошел в святые святых. Осквернил все из-за их междуусобиц и борьбы за власть. Родился Христос. Проходит еще 70 лет и другой римский полководец опять приходит к стенам и Иерусалиму усмирить бунт. Вот этот бунт, который они хотели при Христе, но он им не дал его. Он сказал, не для того я пришел, не для того, чтобы свергнуть власть. Приходит Тит, разрушает город, заходит в храм, заходит святая святых и на алтаре приносит в жертву свинью. Самое грязное животное. Римский полководец. Вот к чему привело то, что люди ушли от Бога. Святая святых совершается самая ужасная жертва. Не было в храме Бога, ибо если был бы Бог святая святых, он бы этого не допустил. А люди по-прежнему верили, что Бог с нами, Бог среди нас. Но они его распяли. И вот эти люди ждут от него, и они разочарованы. Они полностью разочарованы в действиях Иисуса Христа, и через четыре дня они кричат распни. И я хочу спросить нас, бывает то, что мы разочароваемся в том, что Бог не дает нам то, что бы мы хотели. Бывали ли в нашей жизни случаи, когда мы говорим, почему я не получаю этого? Почему ты мне, Господь, это не даешь? Я так этого хочу. Смотрим ли мы на Бога, как на того, кого можно использовать в личных целях? не тот, кто нам говорит, как поступать, но которому мы говорим, дай, убери, измени, смири кого-то, возвысь меня. Проблема людей, почему евреи распяли Христа, потому что они хотели своего, так написано в филиппийцах, ибо каждый ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Дорогие друзья, мы часто приходим к Богу, чтобы получить то, что нам надо. Я, когда пришел к Господу, я просил, Господи, избавь меня от алкоголя, от наркотиков и от курения. Вы знаете, Он это все сделал. Но потом Господь сказал, я должен тебя всего менять. Я должен, как в этот день, что мы сейчас говорим, и очистить твой храм. И вот здесь я уже стал говорить, слушай, а тут я не хочу. Я не хочу просить прощения, потому что я справедливо обидел человека. Я не хочу наносить обиды других. Почему я должен так делать? Я не хочу оставлять мой дом, когда мне хорошо, в субботу ехать, помогать кому-то, делать для кого-то добро. Зачем мне это все? Я получил от тебя все, что я хотел. Я не пью, не курю, я здоровый, меня уважают люди, но Господь говорит, нет, я не твои прихоти пришел исполнять. Я хочу идти дальше, я хочу менять всю твою жизнь. И здесь приходит разочарование. И вдруг приходят болезни, страдания, кто-то меня обижает, я говорю, Господи, что такое? я этого не хочу. И люди говорят, знаешь, что моя вера треснула, моя вера поколебалась. Из-за всего, что я вижу в моей жизни, из-за того, как ко мне относятся, моя вера в Бога пошатнулась. я думал, мне будет защищать везде, оберегать, давать все, что мне надо. А Господь говорит, а мне такая вера и не надо. Я не хочу, чтобы у тебя была такая вера. Эту веру я хочу уничтожить. Я тебе хочу дать другую веру. Веру спасающую, веру живую, веру, в которой я Бог, а ты мой слуга. В твоей же вере все обратное. В твоей вере ты стал Бог. Разочарование придет в нашу жизнь, как пришло в этих евреев, которые кричали распни его, лишь потому, что они не познали, что это Бог всемогущий истинный. Что Он говорит, а мы исполняем. Что Он повелитель, а мы слуги. Что Он горчешник, а мы кусок глины. И Он лепит из каждого из нас то, что хочет. Господь смотрел и думал, эти люди, кричащие Асана, меня распнут. Эти, кто у власти саддукеи, они в притче виноградаря, он расскажет на следующий день, они меня будут убивать. эти двенадцать учеников, самые дорогие, самые близкие, они разбегутся. Никого не останется. Полное одиночество. Господь въезжал и знал, что его ждет. Он останется один. Мало того, не только люди. Придет момент, когда он, вещащий на Христе, скажет эту фразу. Господь, Господь, для чего ты оставил меня? Он будет абсолютно один. И не только один. На нем будет весь грех мира. Не знавшего греха он сделал грехом. Весь грех всего человечества от создания Адама и до последнего человека на этой земле весь этот грех был на плечах Христа на Голгофе. И в эти минуты, самые страшные минуты, святой, праведный, беспорочный, который взял всю тяжесть этого греха за всю историю человечества, он остался абсолютно один. Для того, чтобы мы, верующие в Него, никогда не оставались одни. Чтобы Бог всегда был с нами. чтобы Его любовь всегда была на нас, Его благословение, чтобы Отец всегда на нас взирал с любовью. Чтобы никто из вас, дорогие мои, не сказал никогда этой самой фразы, Господи, для чего Ты оставил меня. Это сказал Христос для того, чтобы мы не говорили, потому что Он нас никогда не оставит. Мы все привыкли видеть Бога Всемогущего, Вездесущего, Всесильного. И когда мы видим другого, у людей возникают сомнения. Совсем недавно я говорил с мусульманином в Далласе, может, недели три назад. И что Он мне аргументировал, Он мне больше всего говорил о том, что ну разве можно Бога оплевать, унизить и распять? Он говорил, ну какой же это Бог? Бога не видел никто никогда. Он говорит, вы знаете, какой у нас Бог? Если Его даже Он рассказывал, что когда Гавриил, ангел, у них тоже Джабраил, Гавриил привел Мухаммеда, он его поднял до седьмого неба. И когда он шел дальше, они увидели дерево. И на этом дереве большой список. И Мухаммед говорит, идем дальше. Он говорит, дальше я не могу идти. Он говорит, почему? Я хочу увидеть Аллаха. Говорит, Аллаха никто никогда не видел. Даже ни один ангел. Все, что нам надо знать, мы читаем на этом листе, который висит на этом дереве. Туда никто не ступал. Все ангелы могут подняться вот до этого места и возвращаются. так мне говорил этот его тоже зовут Мухаммед. Я говорю, ты знаешь, наш Бог не менее велик, ваш. В откровении написано, что херувимы летают, закрывают глаза, а другими крыльями машут и говорят, свят, свят, свят. Они не могут, те, которые самые высшие ангелы, не могут взглянуть на него. Я говорю, Писание говорит, что его не видел никто никогда. Что Моисей, который мог увидеть только славу Божию, и то Бог сказал, отвернись, ибо ты умрешь. Невозможно увидеть Бога и остаться живым. Я говорю, но Слово Божие говорит, что Бога не видел никто никогда. И Сын сущим недре очем Он явил. Я говорю, Христос, Бог вошел во плоти к нам, чтобы нас спасти. Я говорю, ваш Бог, Он ниже седьмого неба даже не опускается наш единственный и святой, отдал свою жизнь, чтобы спастись. Он мне говорит, вы знаете, если ты умрешь, ты будешь спасен? Я говорю, да. Говорит, а мы не знаем, потому что на все воля Аллаха. Говорю, а мы знаем, потому что наш Бог, Бог любви, Он сам умер на кресте. Он был обезображен падче всякого человека, унижен ниже раба. И как я могу теперь сомневаться в Его любви, в Его руке, которая спасет меня? У нас разные боги. Абсолютно. Есть одно верование, с которым я очень согласен. Они говорят, что первый, кто вошел в рай, это был разбойник на кресте. Остальные все во временное место, как ложа Авраамова, но в рай вошел первый разбойник. Потому что Христос сказал ему, он сказал, вы помните, что говорит, да? Говорит, помяни меня там, он говорит, ныне же будешь со мной в раю. И православные говорят, знаете, почему он первый? Не только потому, что Христос сказал, что будешь ныне со мной в раю, но потому, что он увидел то, что другие не увидели. Ученики привыкли ходить за тем, кто исцеляет всех, кто повелевает волнам, кто из пяти рыбками насыщает пять тысяч, которые воскрешают из мертвых. Они привыкли ходить за таким человеком, за таким пророком, за таким мессием, за таким Богом. Но когда Бог висит распят на Христе, Иоанн стоит и просто прощается со своим учителем. Мама плачет о умирающем сыне. И только один человек во всей вселенной видит в нем Бога. Это этот разбойник. Он единственный говорит, Господи, помяни меня. Одиннадцать учеников прячутся. Прячутся, где попало им страшно. Все разбежались. Иоанн полон страданий. И только один говорит, Господи. Пусть вот такая вера будет у каждого из нас. Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, несмотря на все печали и радости, и думая, что может быть нам труднее всего, вспомним о нем и верим о нем всегда. Господь никогда не оставит вас. Эти слова сказал Христос. Для чего ты оставил меня, чтобы эти слова не приходилось говорить никому из нас. Аминь. Ти бога слав ты в песнопениях. слав 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 бога слав тих песнопениям слав слав ты жизнь всей стране слав а 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 Славьте Бога, славьте всей душой, нас Он спас собой, Славьте Бога, славьте Бога, слава вечную Я Ему. Славьте Бога, славьте всей душой, за Его преливую любовь, Чего от смерти спас Он нас собою, на кресте пролив святую любовь. Славьте Бога, славьте всей душой, нас спас собой, Славьте Бога, слава вечную Я Ему. Славьте Бога, славьте бесконечно, скоро за вас с вами Он придет, И своей любовью, чудной, вечной, всех спасенных нам все приведет. Славьте Бога, славьте Бога, славьте всей душой, нас спас собой, Славьте Бога, слава вечную Я Ему. Наше собрание пришло к заключению, но прежде чем нам помолиться и разойтись по домам, я хотел бы обратиться к присутствующим здесь. Сегодня вы слышали, что когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, Он зашел в храм. Храм – это сердце Иерусалима. Господь тоже пришел сегодня в наш молитвный дом, но Он хочет зайти в храм вашего сердца. И если там действительно есть какая-то торговля, что-то нечистое, неславящее Господа, что превращает сердце наше как место поклонения Господу в верте прозбойников, то Господь хочет сегодня войти туда и очистить. Но Он не войдет в ваше сердце без вашего приглашения. Поэтому, заканчивая наше собрание, я обращаюсь к тем, чьего сердце касался Господь, в двери, чьего сердце стучал, и вы слышали Его зов. Кто оттворит, войду к тому и вечерю у Него совершу. Если есть таковая душа, пройдите, мы будем вместе с вами молиться. Присядьте, пожалуйста, я сделаю некоторое объявление. Есть немножко времени, я, слушая сегодняшние проповеди, как бы вновь пережил посещение Иерусалима. Брат Александр очень красочно описал состояние сердца человеческого, когда мы хвалимся чем угодно, достижениями, но не Богом, которые эти достижения, эти преобразования делают в сердце нашем. А брат Слава, как будто побыл в Иерусалиме, так описал всю эту картину. Действительно, из Ерехона в Иерусалиме надо было восходить, подняться на высоту более чем тысячи метров и опуститься потом через преодолев хребет Иллионской горы, через Кедронскую долину войти в Иерусалим. Я там был, и вы знаете, вот это все нарисовалось в моей картине. Я помню, когда мы опускались с Иллионской горы по пути, по которому опускался Иисус Христос. Я не знаю, у меня там в двух местах были особые такие вот переживания, я даже не знаю, как их описать. Вот особый трепет, особое переживание это было в Евсиманском саду и вот на этом пути, когда передо мной открылась панорама Иерусалима, эти царские ворота, заложенные султаном Турецкой империи для того, чтобы туда не вошел опять Иисус. И осквернил это место, там устроил кладбище арабов, мусульман. Там евреи на этой стороне построили свое кладбище, на Иеринской горе, откуда должен Иисус ходить по их преданию. А он прямо в ворот, чтобы никто больше туда не зашел, в эти ворота. Ну, как бы ни старались люди, Иисус Христос придет, придет и совершит. И мы сегодня вспоминаем этот праздник. Отчего христиане стали праздновать этот праздник? Вообще, почему столько иудеев было на этот праздник в Иерусалиме? Здесь тоже исполнение пророчества. Помните, как должны были иудеи праздновать праздник Пасхи? Что должно было за четыре дня до Пасхи произойти в каждой семье иудеев? Что они должны были делать в десятый день месяца Ниссан? Они должны были выбрать ягненка и держать его четыре дня, чтобы потом принести в жертву. Мы сегодня слышали о том, что Иисус сам пришел, Бог уже его избрал. И Он пришел в Иерусалим именно в десятый день месяца Ниссан, чтобы явить себя народу, как агнца. Когда-то на реках, у реки Иордана Иоанн Креститель сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Ну, прошло три с половиной года, и этот агнец сам пришел в Иерусалим. Агнец этот должен был храниться четыре дня. И за это время агнцы должны были осмотреть священники. И если они находили его безгрешным, ну, то есть там без пятна и порок, он должен быть беспорочный, тогда его приносили в жертву. Что происходило с Иисусом? Мы видим, что четыре ответственных лица в Иерусалиме осматривали его. Два первосвященника и два царя. И каждый из них сделал заключение, что он невиновен. И только после этого его принеси в жертву. Все это исполнилось буквально в Священном Писании для того, чтобы мы с вами поняли, братья и сестры, что для нас, для нашего оправдания пришел в этот мир Иисус. И этот праздник, он действительно имеет глубокий духовный смысл. Чтобы мы не думали, что это просто вербочки светят, просто пальмы вспоминают, которые подстилали. Это действительно отделение было этого агнца Божьего, чтобы его осмотрели и принесли в жертву. Нет никакого пятна и порокового. Он безгрешный и святой. Если еще люди думали, что это человек, то в эти дни все должны были признать и понять, как исповедовал Петр. Ты не просто Христос, не просто Мессия, не просто Царь, как все Израили. Ты – Сын Божий. Сам Бог пришел в этом откровении. Пусть Господь поможет нам это понять. И в этот праздник отдать наши сердца для Иисуса Христа, чтобы Он, Творец наш, Создатель наш, Бог, жил в нашем сердце. И мы могли смело ожидать Его второй приход. Без Иисуса Христа в сердце второй приход – это трагедия. Сейчас Он желает войти как Спаситель. Потом Он придет как Царь и Судья. Страшно встретиться с Судьей. Но если Христос сегодня твой Спаситель, то встреча эта будет желанной. Как говорит в книге Откровения невеста, ей гради Господи Иисусе. Невеста – это Церковь Иисуса Христа. И поэтому есть еще время, очень благоприятное время войти в Церковь Иисуса Христа. И просто, и непросто. Непросто сказать, я хочу быть Церковью Иисуса Христа. Чтобы стать Церковью Иисуса Христа, нужно признать себя грешником. И понуждаться в Спасителе, то есть покаяться. И потом заключить с Ним завет. Только люди завета являются Церковью Иисуса Христа. Поэтому у нас с 23 апреля начнется беседа с теми, кто желает вступить в завет с Господом через Святое Водное Крещение. Пожалуйста, вы заявите об этом мне, подойдите, скажите. И вот 23, то есть через одно воскресенье апреля, после утреннего служения, состоится первая беседа. И наше вечернее собрание сегодня будет с 6 часов вечера. В этом собрании будут участвовать дети со своей пасхальной программой. В четверг у нас будет, вообще на четверг пост назначается, братья и сестры. И будет вечеря Господня. Мы будем вспоминать тот четверг, когда Иисус Христос со своими учениками был в горнице, в Вифании. Интересно, вот брат тоже говорил про Вифанию. Я вспомнил одну песню, которую мы пели в молодости. Почему Христос любил древнюю Вифанию? Там ответ такой, круг друзей верных жил, живших по Писанию. В наше сердце это тоже может быть Вифанией. И вот в четверг будет состояться эта вечеря. Собрание с 7 часов. В воскресенье будет Пасха. Следующее воскресенье. Собрание с 10 часов. Будьте внимательны. Я дважды объявляю на прошлой неделе о том, что сегодняшнее собрание будет с 10 часов утра. И кое-кто забыл это. Чтобы не забыли про Пасху, тоже с 10 часов утра. Не с 11. С 10 часов утра. Будьте внимательны. Молодежь желает пораньше собраться. Пожалуйста, брат Ваня, скажи, когда вы собираетесь? Это не только молодежь. Мы приглашаем всю церковь, чтобы собраться в 8 часов утра на Пасху. И это как раз будет такой уже восход. Вы будете выезжать, когда будет восходить солнце. Я думаю, вы не забудете это время переживания, когда вы придете до молитвы, чтобы вместе с нами помолиться, вместе с нами попеть, вместе с нами почитать Слово Божие. И поделиться своим благословением. Поэтому приглашаем всех, у кого есть возможность, прийти сюда в 8 часов утра. У нас есть такие пригласительные. Если можно высветить, приглашайте своих друзей. Эти пригласительные, они не только на наше утреннее служение, но на все пасхальные служения утром в 8, в 10 и в 6 вечером. Поэтому возьмите, у сестер будет, сейчас не вижу, наверное, у Алины Гавриловой будет эти пригласительные, поэтому подойдите, возьмите. Вот они у меня есть, такие на русском и на английском. Так что возьмите, приглашайте своих друзей. И когда вы будете собираться на утреннее служение, подумайте над ответом на такой вопрос. Почему вы верите в Бога? Очень простой вопрос, но постарайтесь, может, сами себе представить, что вы стоите перед человеком, который не доверяет Богу, не доверяет Библии. Как вы ему скажете, почему вы верите в Бога? Одним предложением. Почему вы верите в Бога? Это такое небольшое домашнее задание, чтобы вы подумали до следующего служения в воскресенье утром в 8 часов. Поэтому приглашаем всех, у кого есть возможность, приходите. Еще объявление касается проповедников нашей церкви. Мы с братьями молимся, переживаем, и в Совете было такое рассуждение о том, чтобы повысить уровень наших проповедников. Мы понимаем, что повысить можно только путем обучения, подготовки. Поэтому мы так с братьями решили. Начиная с субботы 22 апреля, и потом каждый месяц последующий, предпоследняя суббота, с 6 часов будут собираться проповедники церкви, чтобы здесь обучаться, как проповедовать, как пользоваться примерами. Братьям поручено, они подыщут образовательные программы. Мы выберем сами с вами, какой нам лучше подойдет, и будем обучаться этому. Приглашаются не только те проповедники, которые в списке проповедников уже сегодня значатся, но все, которые чувствуют побуждение от Господа, чтобы служить этим даром, которые способны служить этим даром. И после этого мы так договорились с братьями, после того, как пройдет это обучение, когда каждый может себя проверить, испытать в этом служении, мы еще раз побеседуем с церковью, сделаем опрос, дадим братьям возможность проявить себя, и потом изберем определенный список, который будет служить церкви этим служением. Еще одно объявление. Молодежь желает поддержать наших миссионеров, которые собираются после Пасхи поехать в Украину, чтобы совершить служение среди детей-сирот. Наших четверо молодых людей, братьев и сестер поедут туда для этого служения. Поэтому они сегодня подготовили для вас сладости, чтобы подсластить вам, чтобы вы были активны и могли поддержать их материально, чтобы сердца ваши открылись. Ну, мы не хотим вас сравнивать с Исааком, то есть. Но Исаак попросил Исаава, чтобы он приготовил кушание, чтобы он его благословил. Так вот они приготовили вам сладости, чтобы вы их благословили на эту поездку, потому что туда очень много требуется средств. Дети ждут и подарки, надо поделки делать. Они жертвуют свое время, жертвуют свои деньги на билеты. Ну, что-то надо и с нашей стороны поддержать. Поэтому будьте щедры, примите эти сладости и поддержите их. Вот такие объявления. Еще есть просьбы к молитве. К нам поступили письменно такие просьбы. Нашему юному брату Максиму, мы уже о нем молились, чтобы избрать, делать, не делать операцию. Но было решено делать ему операцию. И поэтому в четверг, в этот четверг, ему будут делать операцию. Родители просят поддержать, чтобы операция прошла успешно. Вы знаете, он поломал руку. И врачи сказали, что если он останется в гипсу, рука правильно срастется. Но локтевой сустав не будет работать. Поэтому они предлагают здесь поставить локтевом суставе какой-то, что-то там они хотят поставить. Для этого нужно операция, чтобы он мог разрабатывать, чтобы рука потом действовала нормально. Просьба помолиться за Софию на пеленок. У нее день рождения, и отец попросил, чтобы о ней помолиться. Также за Юлию Острижную, которая был день рождения 6-го, просит помолиться. И сынок попросил помолиться за папу Андрея Рыжкова, который очень болен. И просьба, чтобы Господь его исцелил. Вот такие просьбы нам уже поступили. Может быть, у кого-то еще есть просьба. Заявите или приветствия. Поздравление нашей церкви. Скажите, пожалуйста. Поздравление нашей церкви. 3-го мая пролетают. Слава Господу. Родители Филипповых приезжают 3-го мая. Вы там поближе сообщите, когда, каким рейсом они пролетают. Пожалуйста, еще какие-то. В следующую субботу молодежь идет за партнер с коричком. Чтобы ее поздравить, поздравить их с Паской. Пожалуйста, поздравить. Еще. За все приветы мы всех сердечно благодарим и просим всем любящим Господа от нашей церкви. Передавайте сердечный, христианский, пасхальный привет. Привет, просим. Помолимся и поблагодарим Господа за благословение и вознесем нужды. Боже наш, Отец наш Небесный, преклоняясь в этот час пред великим и всемогущественным лицом Твоим, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты нам, таким ничтожным, слабым, живущим на земле, позволил приходить пред лицо Твое к престолу благодати Твоей, чтобы получать благовременную помощь. Прежде всего, мы хотим поблагодарить Тебя за тех, у кого день рождения, которым Ты дал родиться. И притом не просто родиться, а родиться в верующих семьях, познать Тебя. Мы благодарим Тебя за Софейку на пеленок. Мы благодарим Тебя за Юлию Острижную, за Виктора Кузина. Мы благодарим Тебя за Светлану Яковлеву. Хвала Тебя за то, что они между нами. Мы можем их видеть, радоваться, общаться с ними. Благостави, чтобы они и до конца жизни своей оставались верными, чтобы нам быть вместе с Нью в Царстве Твоем. Мы просим Тебя и о нуждах наших. Ты видишь нашего юного брата Максима, которому предстоит операция. Благослови его, благослови врачей, чтобы операция-то прошла успешно, и рука его была восстановлена полностью и функционировала полноценно. Мы просим Тебя за нашего брата-служителя Андрея Рыжкова. Господи, пошли ему исцеление, чтобы он мог принимать участие уже в служении в четверг. Об этом просим во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя за брата Дениса Краева, который тоже в болезни. Обращуй и исцели их. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты услышал нашу молитву, и семейство Филипповых, остатки, которые там остались в Севастополе, могут соединиться с своими детьми и приехать. Благослови их приготовление и перелет. Мы просим Тебя, благослови предстоящее служение молодежи в апартнице соседнем, Господи, где мы будем свидетельствовать о Тебе в этот предпасхальный день. Пусть во всем будет прославлено имя Твое. Благодать Господу нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудется всеми нами. Аминь. Собрание наше окончено. Я всех вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником торжественного въезда Иисуса Христа в Иерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok